Здравствуйте! С вами Татьяна и Аркадий. Сегодня я вам расскажу, познакомлю вас с традициями Каталонии. Одним из гастрономических символов Каталонии – это лук-кальсот. Сейчас я вам покажу, как вот этот лук нужно готовить. Он не острый, он не жмучий, он даже где-то сладкий. Сейчас мы разрезаем веревочки и откладываем его на решетку. Его нужно очень равномерно разложить на сеточки, для того, чтобы он хорошо выделялся. Сейчас мы его вот уложили и вводим печь. Готовится он на открытом огне. Его нужно переворачивать периодически и вот так вот жарить на открытом огне. Ну а чем интересен этот лук? Это же обычный лук или что? Это лук-ботан. В 19 веке в деревушке вальс его вырастили путем окучивания и поэтому он такой длинный. И лук очень сладкий, нежгучий и довольно вкусный в печеном виде. Поедание этого лука – это даже, можно сказать, праздник. Так это каталонская традиция вообще. Да. А чем, ну, он вообще же сезонный. Да, это лук сезонный. Он начинает созревать в конце ноября. И праздник в последнее воскресенье января. И этот праздник поедания лука – это традиция. Ну да, каталонцы не были бы, или испанцы не были бы испанцами, если бы они не сделали праздник из лука. Поэтому те, кто хочет попасть на праздник, еще у них есть время, да, они могут поехать до конца января, еще можно приехать. В феврале лук уже стареет, он твердеет, и он уже не такой вкусный, и его уже не готовят. Так что его самый разгар, самый разгар этого праздника – это январь. Да, то есть получается этот лук сезонный, если вы хотите попробовать, то его нужно для того, чтобы попробовать, надо приезжать зимой. Вот, потому что круглый год его нет. Из этого лука готовят пюре, он подается к мясу, и он сладковатый. Во время приготовления главное его не сварить, ну, не спарить совсем, да, не пережарить. Для того, чтобы лук уже можно было кушать, его после горячего огня, после духовки, или как бы открытого огня, нужно немножко запарить. Для этого мы используем две сковородки, накрываем одна на другую. Вообще в природе их накрывает мешковиной, несколько слоев. Для поедания лука необходимы перчатки, потому что если вы будете кушать, его очистить, он руки пачкает. И намокается он вот в такой соус кольсоц. Вот, он состоит в основном из орешков. Это специально приготовленный соус, который предназначен для поедания лука кольсоц. Ну и как его кушать? Ну, вот, берем лук и вот так вот его очистим. Очищаем его вот в шкурки. И теперь отрезаем его. И приятного аппетита. И как? Покажи, как. Как? Вот так вот. Намазываем. Он горячий. Вообще лук надо кушать с домашним, пить, употреблять с домашним, вообще лук надо употреблять с домашним вином. Ну, мы будем пить сегодня пиво, у нас вина нет. Очень вкусно. Сладкий лук. Да. Запеченный. Ой, у меня уже слюнки текут. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.